Всем привет, с вами Каролина и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами поговорим о группе Apex и C9 Entertainment, которые мега быстро предприняли очень важный шаг для того, чтобы защитить участников своей группы. Что ж, и по поводу этого многие фанаты, кстати говоря, высказали, что другим компаниям не помешало бы у них поучиться. В общем, что же там такое произошло, давайте я сейчас вам обо всем расскажу. Мы с вами об этом поговорим. И, конечно же, я также приглашаю в свои социальные сети и на свой второй канал, посвященный ментальному здоровью. И также, если вам вдруг нужен психолог, то вы можете записаться ко мне через Инстаграм, либо же в WhatsApp, ссылочка на которой есть все там же в Инстаграме. Ну и, конечно же, давайте перейдем к делу. Итак, некоторое время назад в одном из уже сейчас удаленных аккаунтов в Твиттере появилась новость о том, что вот участник группы Apex долгое время встречается со взрослой женщиной, как так можно, почему он ничего никому не рассказал, почему он не признался, и как вообще ему не стыдно, как он посмел с кем-то встречаться. И на это, конечно же, отреагировала компания C9 Entertainment, которые такие просто, что за фигня здесь происходит, это срочно нужно разрулить. Да, они в оперативном порядке сделали соответствующий босс, связанный с тем, что на самом деле это так называемая женщина, с которой встречается один из участников. Это старшая сестра мембера Wish из данной группы. И вот это действительно мега странно, просто потому, что какой-то умник добрался до того, чтобы назвать сестру девушку, просто женщиной, с которой встречается кто-то из мемберов. Даже не проверяют информацию. То есть вот настолько сейчас заходят слухи в кей-поп индустрии, настолько глубоко заходят какие-то разборки в кей-поп индустрии, что, знаете, фанаты такие, просто давайте-ка я сейчас по-быстрому состряпаю тут постик, скажу всем, что это там чья-то девушка, и мы на этом разойдемся. Вы просто будете меня любить, обожать, вы будете на меня подписываться, ведь я такой крутой инсайдер! Да, да, вот только для этого человеку не помешало бы все-таки узнать, действительно ли она является чьей-то девушкой. Ну, хотя да, чьей-то является, но точно не мембер этой группы. И эти новости в целом очень повеселили людей в интернете, потому что, а как можно не веселиться, когда уже вот как бы до такого доходит? Ну да, компания Cine and Entertainment сильно очень оперативно среагировали, и побольше подобных компаний, потому что чаще всего мы видим какую-то дичь, которая начинает развиваться, и компания начинает что-то опровергать, что-то говорить на том моменте, когда это уже просто дошло до эпогея, то есть на том моменте, когда все уже такие просто на нервах, действительно ли там есть какие-то отношения, или же нет. Потому что, да, если бы все компании действовали оперативно, то у нас было бы чуть меньше скандалов, которые разразились на фоне чьих-то якобы отношений. Потому что сейчас даже друзьям приписывают отношения с кем-то. То есть, о, вы классно общаетесь, вы сто процентов встречаетесь. Хотя в действительности отношения между этими людьми могут быть формата как брат с сестрой. Ну да, многим же наплевать, многие думают, кого бы еще разоблачить, по поводу, кого бы еще создать такой вот разоблачающий Twitter-аккаунт. А какие еще странные новостишки вы слышали за последнее время? Конечно же, пишите об этом в комментариях, давайте там все это обсудим. И, конечно же, до встречи в следующих видео!